13 глава книги пророка Изекииля Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря «Господь сказал», а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря «Господь сказал, а я не говорил». Посему так, говорит Господь Бог, так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог, и будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут, и узнаете, что я Господь Бог. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря «Мир», тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. «Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена. Тогда не скажет ли вам где та обмазка, которую вы обмазывали?» «Посему так, — говорит Господь Бог, — я пущу бурный ветер во гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления. «Я разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам, нет стены и нет обмазывающих ее». Пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, — говорит Господь Бог. «Ты же, Сын Человеческий, обрати лицо Твое к черям народа Твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи, — так, — говорит Господь Бог, — горе сшивающим чародейные мешочки под мышки, и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? «И бесславите меня перед народом моим за горсть ячменя и за куски хлеба, умершвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь». «Посему так, — говорит Господь Бог, — вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваши, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычию, и узнаете, что я Господь». За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего, и не сохранил жизни своей, за это уже не будете иметь пустых видений, и впредь не будете предугадывать. «И я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь».